Есть одна коммерческая площадка. Чтобы ее построить, потратили больше миллиона. А ее только что продали за 350 тысяч долларов. Когда я смотрел на это здание, то я никак не мог придумать, для чего бы я мог его использовать. Но у меня есть друг, и он сделал это предложение. На рынке оно продавалось что-то около 500 тысяч долларов. Он предложил 350. Так что да, я сбил немного цену. Но вот в чем прикол. Продавец вцепился в него. Почему? Ну, потому что они платили налоги, и они не хотели возиться с крышей, которой уже 10 лет. Поэтому можно сказать, что мой друг получил отличную сделку. Как он это сделал? Потому что у него просто хватило смелости и наглости задавать вопросы. Понимаете, успешные люди, они не говорят так. О, я знаю, что они скажут нет. Они не читают мысли. Они знают, что у них хватит смелости и наглости, чтобы пойти и спросить. Ребята, сколько раз в своей жизни вы сами себя обманывали? Боялись познакомиться с девушкой, потому что думали, она скажет нет? Зачем вы создаете все эти барьеры? Да, просто задайте ей вопрос, потому что худшее, что может случиться, она скажет нет. Вы сделали то, что надо было. Задали вопрос, получили ответ. И уже продолжаете жить с тем результатом, который получился. И в этом вся суть, друзья. У вас должна быть смелость, чтобы пойти и спросить, потому что только так все будет двигаться в вашу сторону. Следующая фраза, которую вы не услышите от успешных людей, это несправедливо. Эту фразу часто говорят те, кто ожидал повышения, или их не взяли на работу, несмотря на то, что у них лучшая квалификация. Просто кто-то знал директора, а они нет. Но вот в чем суть, жизнь несправедлива. А если кто-то из вас работал на земле, то вы знаете, что жизнь несправедлива. Но дело в том, что это просто природа. Это естественно. Все просто так устроено. Мы хотим, конечно. И вообще, общество в целом за последние несколько тысяч лет стало лучше. Но мы и близко не приблизились к идеалу. Все вообще несправедливо в обществе, и этого никогда не будет. Потому что все люди наделены разными талантами. Так, если оглянуться, то кому-то достался высокий рост при рождении, и у них получается больше шансов стать баскетболистами. А если у вас метр семьдесят пять, то вы можете, конечно, бить себя в грудь и говорить, что это несправедливо. Все против меня, я сдаюсь. Ну, а можно наоборот найти выгоду в этом. Можно научиться работать, начать свой бизнес. Никто не будет меня ущемлять, потому что я хозяин своей жизни. Если взглянуть на дуб, на старое сильное дерево. Не то, которое в тени и за ним ухаживают, та, которая растет в поле и борется с дождем, солнцем, ветром. Оно растет и становится сильнее, благодаря препятствиям, с которыми оно сталкивается. Поэтому надо быть благодарным за все, что случается с вами в жизни. Поэтому не просите легкой жизни, лучше просить больше сил, чтобы справиться со всеми препятствиями. Далее успешные парни не говорят «да нет, наверное», когда они имеют в виду «нет». Серьезно, они просто говорят людям «нет». И это их ответ по умолчанию, потому что они деловые люди, у них много дел. И они очень осмотрительны, чтобы сказать «да». Они не говорят «нет» прямо всему, но они говорят так. «Я не могу на это пойти» или «Я не могу принять решение, свяжись со мной через неделю, через две недели». Это лучше, чем «наверно», потому что они понимают, сколько они могут взять на себя. Поэтому намного лучше быть верным своему слову, потому что вы точно не хотите стать тем парнем, который говорит «да», а потом никогда не делает. Поверьте, это трудно, потому что, когда вы начинаете становиться успешным, о вас уже идет молва, что вы делаете дело, люди начнут к вам подтягиваться. И тогда вам надо начинать говорить «нет». И не потому, что вы не хотите им помочь, вы просто не можете. Потому что у вас уже все спланировано, и вам надо будет принимать решение. Еще один плюс «говорить нет» заключается в том, что вы открываетесь более лучшим возможностям. Потому что вы освобождаете свое время для того, что может появиться на горизонте. Это было всегда. Успешные люди никогда этого не говорят, но во время хаоса всегда есть возможности. Очень многие люди, когда смотрят на то, что происходит в мире, они просто с ума сходят. Что происходит с миром? Я и мои друзья-бизнесмены смотрим на это как на потенциальные возможности. Потому что со всеми этими изменениями, со всеми неопределенностями, многие люди испугаются. Они отойдут в сторонку и погрузятся в самоанализ, в ожидании, когда жизнь вернется в свое русло. Но с другой стороны, если у вас хватает смелости, чтобы начать действовать, искать возможности, успешные люди их замечают и цепляются за них. Господа, я знаю, что у вас есть свое мнение, поэтому прошу поделиться в комментариях, как я мог бы сделать это видео лучше. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Вы знаете, что я читаю ваши комментарии и в следующем видео я могу цитировать ваш комментарий. Поэтому пишите ниже. Многие из вас ребята говорят, Антонио, я не могу этого сделать. Не люблю этого говорить, но это следующий пункт. Успешные люди не говорят, что они чего-то не могут. Они понимают, что все возможно. Серьезно. Полететь на Луну. Скажи это людям 200 лет назад, то мы бы услышали, что это невозможно, чтобы люди попали на Луну. Но мы это сделали. А как мы это сделали? Потому что есть люди, мужчины и женщины, которые не принимают то, что они чего-то не могут. Они постараются найти способ. И я не хочу сказать, что всегда надо искать этот путь самому. Да, вы, может, не разбираетесь в том, как работает какой-то алгоритм или механизм. Но вы знаете, как работает что-то другое. Тогда, может, мы можем найти человека, который разбирается и запартнерится с ним? Суть в том, веришь ты в то, что что-то можно сделать или нет. Как сказал Генри Форд об этом, возможно, ты прав. И это ограничение. Не стоит находиться в компании людей, которые говорят вам, что это невозможно. Потому что, когда ты стараешься придерживаться только тех целей и того, что ты можешь сделать, то ты никогда не сможешь выйти за рамки. Ты не узнаешь, какой твой лимит. Это знакомо марафонцам. Даже если ты его не пробежал, ты узнал свой лимит, свои возможности. Ты пробежал 20-22 километра и остановился. Или, может, ты просто продолжил идти пешком, но понял, что надо больше тренироваться. Я просто не смог пройти эту стену. Поэтому это и называется стена. Потому что, когда ты достигаешь лимита своего тела и его возможностей, ты спрашиваешь себя, выложился ли ты по максимуму или надо вернуться и подготовиться, чтобы преодолеть ее. Поэтому люди, которые говорят, что они не могут чего-то сделать, то для меня это люди, у которых не хватает креативности. Да, в общем, мне не нравится эта фраза, если по-честному. Но есть то, что я ненавижу больше, чем я не могу. И это я ожидаю. Успешные люди не говорят, что они чего-то ждут. А если это и так, то они обозначили дедлайн. И когда они получат результаты, тогда они идут дальше. Но если вы просто отправили запросы и просто ждете, когда вам ответят… Я это просто ненавижу. Потому что кто их знает? Какие временные рамки? Поймите, что если вы не установили временные рамки для чего-то, то значит нет никаких приоритетов. Нету тяги, нет причины, по которой что-либо должно быть выполнено быстро. Кто вел какие-то проекты, прекрасно понимает, что проект может выполняться столько времени, сколько люди могут прокрастинировать и откладывать в сторону. Я видел, как некоторые проекты, которые должны занять один день, выполнялись месяц. Если ты хочешь быть успешным, тогда не стоит ждать. Устанавливайте сроки и придерживайтесь их. А еще лучше просто делайте спринт с другим человеком. Просто работайте вместе, чтобы реализовать дела. Найдите способ поддержать друг друга. Спрашивайте, если можете что-то сделать, чтобы дело шло быстрее. Но, господа, не попадайте в ловушку ожидания. Далее в списке «Это не моя вина». Я знаю, что происходит куча всего невероятного, но если ты пытаешься сказать, что это не твоя вина и хочешь повесить ее на кого-то другого, или на ситуацию, или на что угодно, что ты не можешь контролировать, тогда что ты можешь контролировать? В целом, ты отдаешь энергию. Я не хочу сказать, что надо брать на себя вину за все. Я хочу сказать, что если что-то было, все же хоть немного под вашим контролем, вы могли сэкономить или могли сделать это. Нужно ли мне столько машин? Нужно ли мне так тратиться? Скажем, если я сейчас без работы, может, я могу что-то продать? Может, сейчас хорошее время, чтобы начать бизнес? Да, он может и не принесет мне на старте сразу много денег, но я могу разрулить ситуацию. Может, мне стоит вернуться в продажи? У меня это хорошо получалось 10 лет назад. И если я возьмусь за это и помогу кому-то продать, то мне заплатят. Всегда есть возможности. Но если вы говорите, что это не ваша вина, что не стоит вас винить, вы теряете свою энергию. И я хочу, чтобы вы могли вернуть свою энергию для того, чтобы сделать положительные изменения в своей жизни. Далее хватит говорить, что вы попробуете. Делай или не делай. Кажется, так говорил Йода, но я взял эти слова у моего друга Джона Сафорика и его книги «Богатый садовник». Он говорит о сакральном усилии. Это такое усилие, когда вы выкладываете все, что у вас есть, для того, чтобы что-то произошло. Серьезно, ребята, мы думаем, что мы вкладываем свои сакральные усилия на работе или в своем деле. Так ли это на самом деле? А что, если кто-то приложит к вашей голове пистолет и попросит поработать больше? Вы бы могли сделать больше? Если вы можете сказать, что вы сделали все, что могли, что вы работали каждую минуту с момента пробуждения, чтобы реализовать цель, и вам остается только нажать на курок, тогда да, это ваши сакральные усилия. Но мне почему-то кажется, включая и меня, мы могли бы сказать «Да, наверное, я провел лишний час, смотря Ютуб». Или я повалялся в кровати на полчаса дольше, чем надо было. Наверное, я потерял время на что бы то ни было. Но вот в чем суть, что мы редко, очень редко выкладываемся по полной. Но если вы научитесь вкладывать свои сакральные силы в то, чем вы занимаетесь по жизни, то вы сможете достичь невозможного. Еще одна отговорка, которую многие из нас используют «У меня нет достаточно времени». Но если вы почитаете биографии успешных людей, то поймете, что в истории у всех людей было одинаковое количество времени. Серьезно. 24 часа в сутки. Но как Томас Эдисон, Билл Гейтс, Генри Форд, Усейн Болт достигли того, чего они достигли? Я упомянул Усейна Болта, потому что недавно прочитал сыном его биографию. И я понял, что я не уделял время, не делал приоритетам, чтобы с утра брать своего сына и делать пробежку до школы. И вот в чем суть, что надо расставлять приоритеты. Я уже говорил о матрице приоритетов. Друзья, создайте свою матрицу. Каждое утро себя надо спрашивать, что для вас важно. Если вы сделаете одну вещь, она важная, и уже подходит срок, и если я ее сделаю, то день уже удался. Лично для меня сейчас это уже проводить полтора часа с сыном, работая с ним над бегом, потому что он хочет быть быстрым и побить школьный рекорд на 100 метровке. И он уже близок к этому. Суть в том, что я понял, что это не было приоритетом. У меня было время, но я тратил его на всякие другие дела, проверяя свой Фейсбук, сидел в телефоне и так далее. Но знаете, что я упустил? Своих детей, жену, мою семью. Я не хочу просто платить за репетиторов. Я хочу посвящать им свое время и мои силы. Так я понял, что да, это, наверное, самое дорогое мое время. Утро до полудня. Но я должен посвятить его самым дорогим людям. Так мы начали с этим работать. Господа, в чем ваши приоритеты? Не говорите, что у вас нет времени. Просто будьте честными с собой, детьми и женой. Они не ваш приоритет, но вы не хотите этого говорить. Но когда вы скажете, вы вдруг осознаете, что вы ставите в приоритет, скажем, совещания. И зачем вообще ваш босс делает такие совещания на полтора, два часа? Спросите его, если их можно сделать короче, чтобы вы могли больше сделать по работе и выполнить задачи. Знаете, я не знаком со многими директорами, которые могли бы так сказать. А знаете, давайте попробуем. В этом вся и проблема. Поэтому попробуйте найти места, где вы могли бы сократить.